Может ли Ближний Восток погрузиться в хаос после трагической смерти президента Ирана? Как эта ситуация повлияет на глобальную экономику и рынки? Почему неделя на Мосбирже началась с коррекции, причем здесь Газпром? С чем связан сильный рост акций ЮГК и что с ними будет дальше? Ну а также какой позитив появился для бумаг наших российских айтишников? И почему инвесторы остались недовольны условиями обмена акций Яндекса? Друзья, это все. Мы в ближайшие минуты обсудим. Я вас приветствую, с вами Кира Юхтенко, это ежедневный обзор новостей InvestFuture. Если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео. Ну и конечно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что новые полезные ролики у нас выходят здесь каждый день. Ну что ж, друзья, начнем сегодняшний выпуск с главной геополитической новости дня, которая в перспективе может оказать серьезное влияние на мировые рынки. Итак, власти Ирана официально подтвердили смерть президента страны Ибраима Раисе. Он погиб 19 мая в результате крушения вертолета, а вместе с ним на борту находился глава иранского МИДа, еще несколько человек, и выжить никому не удалось. Ну и конечно, эта трагедия мировое сообщество потрясла, ну а некоторые эксперты сразу же заговорили о том, что Ближний Восток теперь может погрузиться вот прям в хаос. Мы с вами сегодня драматизировать не будем, но мы как инвесторы должны, конечно, риски понимать. Итак, смотрите, Раисе все-таки не был ключевой фигурой в Иране. Важный да, ключевой нет. Он фактически исполнял указы верховного лидера страны, Айатолды Али Хаминеи, и поэтому сама его смерть практически ни на что не влияет. В течение 50 дней состоятся выборы, и тогда мы узнаем имя нового президента Ирана. Но тут есть несколько нюансов. Смотрите, во-первых, сейчас в стране может развернуться борьба за власть, которая теоретически может привести к экономической и социальной нестабильности. Раисе был близким соратником Хаминеи, рассматривался как его возможный преемник, ну а теперь, когда его нет, это место стало вакантом. И с учетом протестов, которые уже два года в Иране идут, этим могут воспользоваться определенные политические силы, и вот тогда обстановка может дестабилизироваться не только в самой республике, но и на территории, гипотетически, всего Ближнего Востока. И вот если такое развитие событий произойдет, то оно, конечно, негативно скажется на поставках нефти, других товаров, и может привести к разгону цен. Во-вторых, следует уделить особое внимание тому, были ли все-таки как-то замешаны в катастрофе Израиль или США, потому что такие версии сразу же стали появляться в некоторых СМИ, и если вдруг такую причастность докажут, то последствия могут быть довольно катастрофическими, ну вплоть, там, не знаю, до глобального какого-то вооруженного конфликта между Западом и Востоком. Но это все как бы гипотетические сценарии. Пока официальных обвинений в адрес Израиля или Штатов никто не выдвигал, ну а Государственное информагентство Ирана сообщило, что крушение вертолета с президентом произошло, цитата, из-за технической неисправности. Ну, тут сразу некоторые политологи заговорили, что к этому могли привести американские санкции, из-за которых могли возникнуть проблемы с поставками авиационных запчастей в Иран, но и эта связь, опять-таки, пока тоже никак не подтверждена. Власти страны только начали катастрофу расследовать, и здесь мы будем ждать каких-то, возможно, дальнейших официальных заявлений. Ожидать ли каких-то изменений в отношениях между Ираном и Россией на фоне гибели президента, я бы, наверное, тоже не стала. Как я говорила, все-таки главный человек в стране – это хаминей, ну а он тепло отзывается о нашей стране и поддерживает развитие двусторонних отношений. Так что все торговые контракты и совместные проекты, скорее всего, останутся в силе. Ну а о том, как на эту новость российский рынок отреагировал, мы с вами через минутку поговорим. Друзья, знали ли вы, что уже треть российских предпринимателей использует искусственный интеллект в своей работе? При помощи нейросетей им удается экономить до 10 часов рабочего времени и решать задачи, которые ранее казались недоступными. И если вы думаете, а зачем мне-то эта информация, я же не предприниматель, то не спешите здесь, друзья, с выводами. Сегодня, благодаря нейросетям, любой желающий может ускорить свою работу и получать дополнительный доход. Для того, чтобы быстро освоить новые навыки, я рекомендую воспользоваться практическим пособием от команды NeuroBoost. Оно состоит из 10 видеоуроков по 10 разным направлениям. Но, например, только на создании карточек товаров для маркетплейсов вы сможете зарабатывать от 3000 рублей за один час работы. Дополнительно вы получите списки лучших бирж фриланса и профессиональных сайтов для поиска заказов. Также для всех желающих предусмотрена карьерная консультация со специалистом, что тоже будет очень полезно, если вы хотите в этом направлении развиваться. Обычно набор таких услуг стоит в районе 10-15 тысяч рублей, но у команды NeuroBoost ценник максимально доступный, всего 5 990. К тому же для подписчиков InvestFuture есть специальный промокод «Практика» с дополнительной скидкой 50%, но он действует только для первых 100 желающих. Если промокод не сработал, значит все места со скидкой уже занято, прошу прощения. Так что рекомендую поторопиться. Переходите по ссылочке в описании к этому ролику, используйте промокод «Практика» и получите сразу 10 новых навыков для повышения своего дохода по выгодной цене. Ну, а сейчас переходим к ежедневному обзору рынков. Что у нас происходит? Индекс Мосбиржи тут пытался начать новую рабочую неделю позитивно. На старте торгов в понедельник он полпроцента прибавил, а фоном стал рост цен на нефть и золото, который начался после официального подтверждения смерти президента Ирана. Сорт-бренд впервые с 10 мая подорожал до 84,5 долларов, и при этом цена желтого металла обновила очередной исторический рекорд – 2454 доллара за унцию. Но уже к обеду цены на нефть и золото начали снижаться. Видимо, трейдеры переварили некий первый шок от новостей, которые связаны с трагедией в Иране. И после этого индекс Мосбиржи тоже пошел вниз, и к завершению торгов около отметки 3470 оказался. Итог дня – небольшой незначительный минус. Предположу, что давление на рынок в понедельник могло немножко оказать у нас укрепление рубля, российская валюта начала дорожать к доллару и евро перед началом налогового периода. Ну и к тому же в Госдуме 20 мая начали обсуждать изменения налоговой системы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что они почти не коснутся малого бизнеса, а вот крупные компании в теории могут ждать какой-то не самый приятный сюрприз. Повышение налогов для таких эмитентов может стать негативным для их акций, так что будем следить за развитием событий и тоже стараться на это реагировать. Ну а пока давайте мы вернемся к сегодняшнему дню и пробежимся по отдельным секторам. Нефтегаз почти в полном составе ушел в минус, и это несмотря на то, что правительство все-таки решило приостановить временный запрет на экспорт бензина. Ну а это позитив для нефтяников, ну как минимум должны у нас возрасти объемы переработки и выпуска продукции. Возможно, инвесторы немножко напряглись из-за новостей о новых атаках беспилотников на российские НПЗ. На выходных под удар попал завод в Краснодарском крае, который был вынужден свою работу приостановить. И, конечно, тоже на эти новости рынок у нас обычно немножко реагирует. Кроме того, днем довольно заметно просили акции «Газпрома». У них значительный вес в индексе Мосбиржи, так что не мудрено, что он сегодня ощутимо снизился. Начали распродавать бумаги «Газпрома», по всей видимости, в ожидании решения по дивидендам, которые должны 23 мая обнародовать. И есть вероятность, что на фоне первого убытка за 25 лет, к сожалению, «Газпром» может заплатить дивиденды пониже ожиданий, если вообще выплаты будут. Да, компания теоретически может и вообще от распределения прибыли отказаться, поэтому к этому тоже нужно быть в теории готовыми. Еще хотел сказать, что я на этой неделе купила акции одной нефтегазовой компании, но это не «Газпром». Если вы хотите узнать, какую именно компанию я выбрала и почему, то тут рекомендую послушать мой подкаст «Что в портфеле». Я его уже выложила в моем телеграм-канале. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. Я там каждый понедельник рассказываю про свои инвестиции и показываю. Ну, а если вы делаете свои первые шаги в инвестициях, то у меня в телеграме выложен еще очень удобный чек-лист, который вам на первом этапе поможет. Он так и называется «Как начать инвестировать. Пошаговый план». Вы его можете забрать себе в моем телеграм-канале. Просто переходите по ссылке. Ссылочку на канал вы найдете в описании. В закрепе можно скачать себе эту инструкцию в формате PDF. Кроме нефтегаза, 20 мая у нас заметно подешевели бумаги металлургов и энергетиков. В лидеры снижения без особых причин вышли акции Мечила, Нплюс и Юнипро. Но, правда, бумаги последней компании начали еще в пятницу падать, после того, как она решила не платить дивиденды за прошедший год. Ну, вообще, довольно любопытно, что в минусе оказались также и акции Норникеля, хотя информационный фон для компании точно позитивный. Цены на медь у нас достигли рекордной отметки в 11 тысяч долларов за тонну. И это произошло на фоне позитивных новостей из Китая. Накануне Пекин объявил о масштабных мерах поддержки рынка недвижимости. И плюс рост промышленного производства в Китае в апреле у нас превзошел ожидания аналитиков. Это тоже, как бы, такой позитивный фактор для прогнозирования спроса. Сектор золотодобытчиков у нас позитивно отреагировал на новый рекорд по золотам. Почти все акции оказались в зеленой зоне, а исключение – это бумаги полиметалла, который тоже решил отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. При этом больше остальных в понедельник выросли акции ЮГК на 7 с лишним процентов. Судя по всему, это была такая реакция на завершение локап-периода. Что такое локап-период? Это время полгода, в течение которого сразу после IPO бумаги продать нельзя. Это делается, чтобы избежать давления на акции в первое время после размещения. И вот пока локап-период длился, котировки ЮГК больше 70% прибавили. Но теперь большие игроки могут начать прибыль фиксировать. И вот поэтому наша команда тут предупреждает о том, что, возможно, повышенная волатильность в бумагах Южурал золота в ближайшие дни. Из-за низкого фрифлоута этот негативный эффект может усилиться. Локап-период вообще вещь необязательная, но у большинства, в принципе, он был. Но, например, в апреле такой период закончился в акциях Астры. Как только это произошло, компания провела дополнительное размещение и увеличила фрифлоут сразу втрое. Поначалу бумаги предсказуемо просели, но достаточно быстро все-таки падение отыграли. ЮГК пока не сообщала о планах провести СПО, но вполне может к такому варианту обратиться. Кстати, еще в мае локап у нас заканчивается у Евротранса, который вышел на рынок в конце ноября. Так что держателям акций тоже стоит это иметь в виду, чтобы не удивляться каким-то резким скачкам в ценах. Раз мы заговорили про Астру, у меня есть еще несколько интересных новостей по IT-сектору. Давайте про них тоже поговорим. В понедельник вообще сектор вместе с остальным рынком немножко загрустил. И при этом в инфополе появляется все больше аргументов в пользу того, чтобы иметь акции айтишников в своем портфеле. Я про это часто говорю. Но дело в том, что все больше госкомпании у нас переводят своих сотрудников на наше отечественное программное обеспечение. Ну вот, например, RGD собирается снабдить всех проводников российскими гаджетами с операционной системой Аврора. А ее разработкой занимается дочка Ростелекома. Первые 7 тысяч устройств закупили в конце прошлого года. Еще 9 тысяч планируется приобрести до конца этого года. Это вот такой тренд. Например, Газпромбанк у нас объявил о планах импортозаместить софт для 30 тысяч своих работников. Речь о решениях для виртуализации серверов и рабочих мест, которые позволяют повышать безопасность и лучше контролировать работу сотрудников. Теперь банк закупает такое программное обеспечение у российского разработчика, который называется у нас Базис. В самом Газпромбанке говорят, что переход на отечественный софт, в принципе, уже довольно давно назревал. Но руководству не хотелось сильно спешить, чтобы не навредить бизнес-процессам, ничего не поломать. Но вполне вероятно, что ГПБ просто не хочет получить по шапке ОЦБ и, в общем-то, правильно делает. Ну, тут вообще в чем суть? В том, что до 1 января следующего года банки должны отказаться от ПО для защиты информации, которое произвели в недружеских странах, и перейти на софт, соответственно, российский. Ну и вот в конце мая Банк России начнет контролировать процесс перехода и начнет проверять, укладываются ли компании в установленные сроки. Ну, а получается это, видимо, далеко не у всех. В апреле Ассоциация Банков России попросила власти продлить период перехода на российское программное обеспечение, и там отметили, что многие участники рынка могут не успеть уложиться вовремя и опасаются ответственности за срыв сроков, в то время как у разработчиков ее не будет. В Минцифры ответили, что эти сроки изменению не подлежат. Кстати, еще любопытная новость для тех, кто любит биржевые фонды, потому что Мосбиржа у нас тут запустила торги фондом на акции российских технологических компаний, Тиньковским. Тиньков Российские Технологии он называется, управляет им УК «Тиньков Капитал». Один пай там стоит в районе 10 рублей, но тут надо отметить, что как бы УКшки, да, у нас как и как в любом фонде, они берут комиссию за свою работу от стоимости чистых активов, да, с ЧА это называется. Вот у этого фонда это, по-моему, до полутора процентов от стоимости. И, соответственно, как бы надо понимать, что с одной стороны вам ничего не надо делать, вы просто купили фонд, с другой стороны, в принципе, те же бумаги вы могли бы купить и сами, там нет никаких каких-то сложных, да, выводов, которые делают аналитики. Да, фонд инвестирует в акции 14 компаний, там у них МТС, Вике, Озон, Позитив, Диасофт, там парочка еще. Потом вроде как список планируют расширять, фонд собирается напрямую участвовать в технологических IPO-шках. Вот это, кстати, как бы преимущество инструмента, потому что он сможет покупать акции новых компаний дешевле, чем они будут на старте торгов продаваться, и, возможно, там аллокация будет повыше. И таким образом, ну вот, как бы эта возможность, да, через фонд попробовать на чуть-чуть лучших условиях зайти в IPO-шки. Ну, как бы думайте сами, да, нужно вам платить комиссию за это удовольствие, либо вы хотите инвестировать сами. Тут, как бы, вот у меня, честно говоря, нет очевидного ответа. Делайте, как вам удобнее. Ну, и продолжая разговор об айтишниках, я хочу ненадолго остановиться на бумагах Яндекса, которые тоже входят вот в этот новый фонд, кстати говоря. В понедельник у нас акции Яндекса почти на 2% подешевели, а причина – это обращение Ассоциации розничных инвесторов, сокращенно АРИ, в ЦБ и Минфин. Там увидели риски в процессе обмена бумаг голландского Яндекса, которые покупались на Мосбирже и на СПБ. И в итоге могут пострадать сотни тысяч инвесторов. Это, как бы, такой интересный момент. Какие тут претензии, оказывается? Значит, их две. Во-первых, сжатые сроки обмена. Сбор заявок начался 14 мая, закончится 21 июня. И Ассоциация отмечает, что акциями Яндекс.НВ более миллиона россиян владеют, и часть из них может просто не успеть бумаги обменять и в конечном итоге свои деньги потерять. Но просто до них эти новости могут не дойти. Во-вторых, вопросы вызывают добровольность этой процедуры. Для акций, купленных в российском контуре, ну, фактически-то альтернативы обмену нет. И без него бумаги становятся практически бесполезными. И при этом часть инвесторов может просто аферту пропустить. Из-за низкой информированности, да, там, из-за занятости какой-то большой. Да, еще раз повторю, там, из-за сложности процесса. И вот, как бы, в ассоциации считают, что это риски. Чтобы их снизить, в Арии предлагают придать больше огласке этой процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной. Еще есть идея провести второй раунд обмена, который будет обязательным для инвесторов. И при этом нужно, соответственно, предусмотреть возможность отказаться от участия в этой процедуре. В ЦБ и Минфине пока не дали публичного ответа на обращение ассоциаций инвесторов. И при этом юристы консорциума первой, который Яндекс приобрел, считают, что претензии не обоснованы. Ну, мол, сроки подачи аферты, они, как бы, по рыночной практике информирования идут. Там, вроде, людям, как бы, все нормально рассказывают, да, в полном объеме. Ну, а акционеры Яндекса должны сами оценить плюсы и минусы этой процедуры обмена, которая, по словам юристов, носит исключительно добровольный характер. Вот такие вот интересные претензии. Ну, в этой истории есть, на самом деле, еще одна любопытная деталь, потому что, по данным РБК, далеко не все брокеры успели технически подготовиться к приему заявок на участие в обмене. Вот в понедельник утром эту услугу предоставляли всего 4 компании. Это Велес Капитал, ВТБ, Цифра и Финам. Так что, возможно, опасения Ария о слишком сжатых сроках действительно чем-то и обоснованы. Да, честно говоря, насчет всего остального, тут как бы вопросики есть у меня. Мне кажется, что в целом уж не так плохо, что на таких условиях нам предлагают обменять. Я бы скорее поняла громкие претензии со стороны инвесторов, которые покупали Яндекс через Евроклир, потому что у них тоже дела обстоят похуже в этой ситуации, чем у розничных инвесторов, которым нужно просто не проворонить, не прозевать обмен. Кстати, вы тоже не прозевайте. Если у вас есть Яндекс.Нви в портфеле, напишите своему брокеру в поддержку и уточните, что нужно сделать для того, чтобы просто поменяли вам бумаги. Ну и в завершении выпуска еще важная информация. Как вы знаете, у нас есть целое семейство телеграм-каналов. Я постоянно о каком-нибудь из них вам рассказываю, но мы понимаем, что нас смотрит на самом деле аудитория очень разная, а поэтому я стараюсь коротко рассказывать сразу про все каналы, чтобы вы могли выбрать свои. Ну вот сегодня у нас в семействе семь каналов. Я считаю, что не нужно подписываться на каждый. Я вас к этому ни в коем случае не подталкиваю. Слишком много информации это тоже не особо хорошо. Лучше вы выбирайте то, что по душе именно вам. Ну вот, например, если вы хотите ограничить количество источников информации, знать только самое важное, тогда вам подойдет наш основной канал. Если вы интересуетесь успешными инвестициями в акции и облигации, то для вас наши телеграм-каналы и в Стокс, и в Бонс. Его ведут профессиональные команды, аналитиков, редакторов. Ну а если вы поклонник крипты, то уверена, что на канале и в Крипто вы будете себя чувствовать как дома. Наша большая редакция для вас старается по всем направлениям. Я думаю, что вы знаете, что бренд InvestFuture всегда старается придерживаться высоких стандартов качества, в чем-то мы даже их, наверное, и задаем. Ну а наши телеграм-каналы этим стандартам полностью соответствуют. В описании к видео я оставила ссылку на папку со всеми каналами, чтобы вы могли подобрать подходящие для себя. Если проще перейти по QR-коду, то мы его на экран тоже выведем. Так что присоединяйтесь и доверьте свое инфополе настоящим профессионалам. А у меня, друзья, на этом на сегодня все. Вы смотрели InvestFuture. Если выпуск вам понравился, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под видео, подписаться на наш канал на YouTube, подписаться на наши телеграм-каналы и приходите к нам учиться в NeuroBoost. Все полезные ссылочки в описании к этому видео вы найдете. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok